Знакомьтесь с нашими сегодняшними участницами Крис Да, ну посмотрим Чит идти английскому, а в свободное время подрабатывает Мотельо Ты что в очереди, субботная жизнь? Оператор объектив каждые 5 минут проверял Погоди, не, не с п***ом норма Я не услышал Если бы рядом стояла шестерка, он бы оттуда магнитолу вытащил бы уже Стоит в очереди Хобби какое, да я так люблю в аптеку постоять, например, за валидолом Не ищет вторую половинку, потому что она уже целая Но рада будет познакомиться с симпатичным парнем для веселого времяпрепровождения Лана разбирается в автомобилях и психологии Ёб твою мать, б***ь Просмотрел, вылезла вот эта, б***ь, с полуголыми сиськами В пакет могла бы залезть, б***ь, мне канал бы забанить, б***ь, ебаный рот Обожает ходить на концерты и... Оно видно, б***ь Сбрасывать по квартире на... Трусы Мечтает познакомиться с милым мальчиком... Ёб твою мать Конкретно тут можно было и не банить никого, б***ь Извините Лиза Блогер и журналист Любит готовить кулинарные... Вот это ноги у Лизы Вот это, б***ь, трахат, конечно Штевры в 2 часа ночи Не прочь посмеяться над... Вот это, б***ь, наушники, реально Поёт всегда и везде Пришла на шоу, чтобы встретить активного парня с хорошим чувством Начали нравиться большие ляжки Это вообще... Со мной всё нормально или нет? Юлиана Модель Занимается спортивной гимнастикой Большую часть времени проводит в спортзале Мечтает найти мужественного, накачанного парня Который сможет справиться с её сложным характером Мила Психолог Если не у... Я не пойму, вы чё, с одного агентства психологи, б***ь, б***ь? Чё вы тут сюда ходите, б***ь? Строит личную жизнь То уйдёт в монастырь Путешествует по России Вместе с музыкантом Этому психологу тоже психолог Дальной группой друзей Ищет парня с доброй душой Меня все заинтересовали Девчонки, ну что, я хочу вам сказать следующее Я пришла сюда с твёрдым намерением Забрать мальчишку до самого лучшего Дайте женщине под 40 выбрать себе мужа А у тебя есть дети? У меня есть дети Ну, в 40 с детьми выбрать мужа норм Она, кстати... В 23 найти себе мужа с ребёнком Ну, чё-то мне не норм Они не советуются всегда По поводу мужчин С детьми, типа, ребёнку Покажи описание Зрелые кокетки тоже найдут свою половинку В специальном выпуске 60+, узнаешь, что такое б***ь, б***ь, заебись Там, Катя, 5 лет Сегодня я подумала... Чё, думаешь, идти на сердца? Она такая, попробуй Потому что ты за последние шансы хватаешься, чтобы только найти себе мужа Вот я вырастила детей, у меня младшему 18 Младшему 18, старшему 7 Так вот перепутала Это сложно в контексте Нет, это в... Нормально? Легко в контексте Ну, давай В том-то и фишка Всё, супер Теперь я абсолютно свободна А как ты думаешь, как твой избранник будет относиться к тому, что у тебя есть дети уже такие взрослые? Ну, она охуенно выглядит Главное, чтобы у моего избранника я родить не могла На 33, наверное Не могла Таких молоденьких можно мне Бля, ты прикинь? Мать-психолог, б***ь Сыну 18, младшему И туда чисто, б***ь, друг этой мам... Друг её сына идёт Находит И он такой, б***ь, говорит Я, б***ь, сюда чисто ради вас пришёл Хочу, чтобы вы... Ну, я был, соответственно, вашим мужем Чтобы насылать своего друга Пиздюк, яб***ной Гениально Я, б***ь, твою мать Называй меня папа Хе-хе-хе-хе Я люблю кумалу Давайте смотреть просто Это вообще разъёб Смотрим за сто Ну, давайте посмотрим А где мальчик? Смотрим за сто Смотрим мальчика за сто Ждём тебя Иван, 20 Слушайте, ну это вроде не токсичные какие-то Убрать вот эту токсичность, кринжовую Я думаю, рейтинги возрастут Студент московского престижного вуза МПУ, московский престижный университет На кого ты учишься? На престиж Поможет любому подтянуть математику Любит гонять на скейте в парке Импонируют девушки, понимающие тонкий юмор И не зависающие в соцсетях Посмотрим, насколько он сможет поднять IQ по математике Что он сказал? IQ по математике Он сможет поднять IQ по математике? Ну да Бля, да он в зале не занимается, он не сможет поднять У меня вот IQ по истории, допустим Да, я в школе тоже любила математику Поэтому я посмотрела Что там? Нет, 20 лет это вообще малолетка для меня Мне интересно Я на скейте посмотрю Научит ли он меня кататься еще лучше Я люблю математику И он старше моего старшего сына Уже не малолетка Все легально Интересов зато много будет общих С сыном, когда подружат, он все на 2 года старше Прикольно Он точно Сказает к нему подход Типа это твой папа Он учится на 4 курсе Ты на 2, он старше Слушайте его Примерно так я вижу стрим со слейтом, если честно Он пытается себе угадать и палец оторвать от стресса Я оценил себя в 100 баллов, потому что считаю, что это очень красиво Бля, вот есть ощущение, что вот винданна еб**лась, да? Надо переустановить Привет, привет Привет А это твоя повседневная прическа? В другой день он лысый Да, он барики б***** меняет Типа завтра Он такой собирается в универ Отраслечит сегодня Или ты там любишь экспериментировать? Какие-нибудь косички, хвостики? Нет, это моя обычная прическа А мы же тебе хвостик сделаем Футболочка хентай Хвостик? Угу Я иду к тебе Угу Давай ты вот так наклонишься? Мама, не бейте Подросток, можно сказать тинейджер Прям тяни, тяни Подросток, можно сказать тинейджер Я просто еще спортом занимаюсь? Я могу тебя как-нибудь сусомать Не-не-не, не надо Так Огонь! Так лучше, я же говорила Так гораздо, кстати, круче Ну что ж, хорошо Не буду дарить Ну что ж, хорошо Я пасую, потому что Ты слишком юный для меня Я, конечно, за то Чтобы мужчина был Немного младше женщины Но не настолько Как минимум сексурую Бля, я прям Блядь, пи***ц у нее пузямба висит Я ебал Вот это вот Мне кажется, я тоже пасую Не мое Милое, но нет Не, ну это точно нельзя такое носить Ты очень хороший, правда Прям хвостик классный Ну это скорее мне комплимент Извини Молодость это недостаток, который быстро проходит У меня уже есть два сына, третьего Извини мне Пока рано Пока рано Такие великовозрастные достаточно Для этого проекта Женщины И они очень позитивные Такие видно, что не очень токсичные Приятно смотреть? Да, согласен Вот я тоже сказал Приятно смотреть Тогда до встречи До свидания Всего хорошего Пока-пока Бля, ну реально приятные Ну то есть Я смотрю этот выпуск И он очень приятный Я не знаю почему У меня нету ни злости никакой Я приду на зачет завтра Пока Я, наверное, воздержу Хорош, залутал резинку Красава Не ту, конечно Которую хотелось бы, наверное Но тоже пойдет После того, чтобы Прийти на проект снова Потому что Блядь, распустился Ребят, ну хоть убейте Я так анимешников всех вижу Ну хоть убей нахуй Мне сделали косичку Я давал себе слов Вот что будет со мной Если я включу аниме Я не хочу Для меня это был стресс Никаких хвостиков вообще У меня много дел Согласен Ну они мягненькие У тебя прочесался Это хорошо Так, ну что думаете По поводу числа 300 Блин, я жду мальчика Я уже хочу на него посмотреть Я очень надеюсь Что с количеством цифр Которая растет Будет расти мышечная масса Я хочу накачанного мужчину Накачанные мужчины Очень часто бывают глупыми Для себя это нормально? Кто, блядь, это нахуй придумал? Я же буду его прокачивать Да, это так и работает Я же буду шеей, а он головой Если эта голова тупая То я буду просто эту голову набивать книгами К стадах тоже мелкий Меброс, ну тебе получается вдвойне не повезло И ростом, и хуй мелкий Ой-ой-ой, жалко тебя Я всегда тупая Да не проси, да ладно Подожди, вообще это удобно Когда мужчина глупый Потому что ты можешь полностью Манипулировать И мозга у тебя тоже маловато, кстати Заметил? Боже, у нас один рост Да, только мне 24, а тебе 30 Как тебе? Ты, блядь, не вырос, понял? Лох Это удобно Соответственно он будет делать? Блядь, не спрашивайте, как это связано Просто дайте доебаться Все просто потому, что он думает, что ты богиня Тут бывают интересные бизнесмены Я бы хотела себе сразу бизнесмена Кто такой просто бизнесмен? В чем? Что? Ну, бизнес-мужчина Калькулятор Я бизнесмен? Я тоже Бизнесмены здесь вряд ли Просто тупо не работать над ним Вообще вы не вас Так мы ждем за 300 За сколько мы ждем мальчика, девочки? Давайте за 300 Ребят, я не знаю, как вы Но мои ближайшие планы Реализовать себя до метра 85 К 30 годам Если вы этого не можете Ну, мне не о чем с вами разговаривать, правда Золотая середина Да, все, ждем мальчика Я вам говорю, 100% Но если нет, я запомнила У меня триггер Никита Я такой сразу А, там была хейтерша какая-то, Никит Обожает читать Сотрудничает с самым крупным банком России Бля, я сотрудничаю с самым крупным банком России Сотрудничаю с самым крупным агрегатором По доставке, по перевозкам, по всему С кинотеатрами сотрудничаю С сотовыми операторами сотрудничал Я, получается, тоже бизнесмен, да? Или что, блядь? Ищет девушку без детей У которой будет за что подержаться Девушку без детей Отмел Я начну, мне интересно Я любопытная Давай посмотрим на тебя, мальчик Да, я тоже 100% его беру У меня ездит, чтобы подержаться И я возьму обязательно посмотреть У меня есть пузо Я тоже возьму Мои дети совершеннолетние Значит, уже не деть Ну, да, логика есть Определенно какая-то Я проскальзываю Я абсолютно точно возьму Моя человек поет А я очень люблю В следующий раз Надо пояснить Не рожала Ребят, это не Никитос Это конкретно Никитос Сам себя оценил в 300 баллов Ну, 300 Учусь на пианистах Девчонки Модный, модный Согласитесь, да? Модно одет Это Никитос Спасибо А что ты поешь? Пою рэп Пою В каком жанре? Пою свою музыку Пою песни других исполнителей Часто в караоке хожу А в каком жанре ты пишешь музыку? В жанре хип-хоп То есть это рэп? А свою можешь спеть? Могу Давай Вот сейчас тут очень важно Да, то на тоненького Нужно на тоненького Потому что может быть кринж Только поможете мне бит создать? Да, окей А как? Твой запах одурманивает меня Про любовь Думал это фигня А я Я Так ненормально смотрю на тебя Ладно, неплохо Голос заебись Как ты здесь Адреналина, дофамина Восьмесь А я Я Я завидую таким людям, реально Он выходит такой Я просто без задней мысли Я точно все сделаю круто Я спою эту песню Смотрел на меня А я Бля, пи***ц Вот они Они даже не душат, прикиньте Потому что х***ов нет На тебя И у меня в рюкзаке была змея Так ненормально смотрю на тебя Ты уверен, что это рэп? Жанр рэп? Хип-хоп? Да Че ты д***лосит? Кальянный, бля Да, он уверен, это точно так Он учился на факультете рэпа И хип-хопинга Как ты относишься к женщинам постарше? Ага Насколько? Ха-ха-ха Если мы будем на одной волне с ней Вообще спокойно Просто это твой последний шанс Я советую присмотреться Ха-ха-ха-ха Сколько тебя? Не важно У женщин не спрашивают Ха-ха-ха Вот видите? У женщин не спрашивают И это сказала дама, которые уже Ну, бля Писят Уёбаны Понимаете, о чём я? Запомните, девочки Когда тебе 20, бля От 20 до 30 Спрашивают, бля И это норма, нахуй Чуть больше 18 А, девчонки Я рискую Давай, давай Погушаю Главное, кнопку не перепутать Бля, всё, пи***ц Короче, 100% он скажет Я твою мать Прости, пожалуйста Ты такой спокойный, миленький Мне кажется, мне такой молодой человек не подойдёт Мне нужен какой-то бунтарь Поэтому, прости Я в постели какой будет монстр, например Ну да, в тихомом утечении Не обсуждайте уже Я хожу тоже на музыкальные концерты Бля, ну выбор у тебя, чел, конечно, сейчас будет Я ебал Сверты, мне это нравится Ещё я хожу в магазины Покупаю батон Два раза в неделю Да, просто, типа Куда-то ходит Что-то делает Сообщает нам об этом Я бы сказал Я бы сказал, что она наоборот Никуда не ходит И, ну, в эру доставок Она дома сидит Спасибо Мне нравится, как ты поёшь Поэтому я повыше Люблю доширак с майонезом Ну вот Помимо музыки, как я вижу Ничего больше общего нет Поэтому я Чтоб ты нежная, ну, кнопочку Сейчас прям борьба поколений, девчонки Раз у меня появилась конкурентка Я готова отдать Чтобы у меня не было психологической травмы Что ты меня не выберешь Окей? Блядь Да нет Ну не знаю, я заберу Он красавчик И ещё отлично поет Пойдём А как тебя зовут? Ладно А вы оставайтесь Ищите Круто Меня еб Будем еблана Вы там себе что-то дальше Что хотите Ну они друг другу подходят Они подходят друг другу Скажите Пока Пока Я люблю музыкантов Вообще Все девочки падки на музыкантов Он поёт Я слушаю Мне понравилось Ну ладно Она возможно даже симпатичная чуть-чуть Но надежда вообще песня Блядь Она выглядит внешне интересно Я такая красивая Я не могу не понравиться Я думаю Мы с Ланой найдём В общем Язык Прикольно, да? Лана А наоборот И мечтает СК-канал Прикольно, блядь Мы уже обменялись соцсетями И продолжим дальше общаться Вместе будем ходить в магазин за батоном Да И узнавать друг друга получше А в студии появляется новая участница София Мастер по пирсингу И профессиональная бездельница Обожает фильмы ужасов И ненавидит сериалы О, маме Ищет щедрого парня Небольшого роста Тебе в таком виде не страшно По тёмным улицам ходить? Это вдруг ты манец Наоборот, ей не страшно Это мне было бы страшный спеток И увидел в переходе Подумал бы Наоборот, манка за дозой какой-то стоит Наоборот, манка за меня Да, да, да Сама напугает Ты чего? А сколько у тебя татуировок всего? Я не считала Так, ну что У нас мальчик за 500 Я считаю, наконец-то Объективная цена для нас Поэтому я жду мальчика Я же много потратила Вдруг мне не хватит Она всё мальчика ждёт Думает, когда же Хоть там девочка-то выпадет Блядь На этого мальчика Я готова 500 отдать За этого красавчика Уверена Это будет миллионер, девчонки Здесь, кстати, за 500 Обычно прям миллионеры приходят Реально Даже было пару долларовых Хотя бы одного достойного Увидим, да Да, достойного Увидим и... Крестик, пиздец Он выберет меня Почему тебя-то? Ну я потому что так хочу Я хочу на свидание Я тоже хочу на свидание У вас Крестик, кстати, есть? Ну ладно Смотрим мальчика за 500 Смотрим Да Ну смотрим мальчика Я свой снял Мальчика за 500 Тут с блогеров все стали битбоксерами резко Это даже сезон битбоксеров Поехали Любит путить в ночных клубах и ресторанах Поклонник экстремального секса Прикиньте у него Например, в вертолете Поклонник экстремального секса, бля, Рафаэл Рад будет знакомству с милой и приятной спутницей жизни Странновато, ну я бы посмотрела Кутить это не со мной Если мы голосуем, да То я хочу посмотреть на этого мальчика Я буду смотреть на этого ловеласа Я тоже посмотрю Вы видели, что она нажала? Я буду смотреть на этого ловеласа Тыкнула нет Ебутая, нет? Я буду смотреть на этого ловеласа Я тоже На, нахуй А я нет, потому что кутить это не со мной точно Слушайте, я тоже вообще далека от кутить Я вам так скажу, если честно Я уже достаточно Перенервничала от экстремального секса в вертолетах Давай Ну посмотрим, ладно, дадим шанс Почему нет? Алинка Ириска пишет Woman Moment, как всегда Ты должна была бороться со злом А не примкнуть к нему, Алинка Кошмар Ты предала своих собратьев Я оценил себя на 500 баллов Потому что, ну, а чё мелочиться? Ну, а чё натуриваешь? А чё мелочиться-то? Сколько есть максимум, столько боев взял Пяти хап Нормально Двигаемся Опачки Вот это Ёжи Это вообще Что? Ну, мне нравится Девушки, здравствуйте А что ты тут делаешь? Здравствуйте А что ты тут делаешь? Не, а что вы тут делаете? А что ты тут делаешь? А что вы тут делаете? А я что делаю? А я ничего не делаю Мы тут пытаемся найти достойного Что? Достойного пытаемся Он вообще не достойный, девочки Я его знаю Что? Говорит, я пошла на работу Они знакомы Ты прикалываешься? Нет Блин, еб***ший поворот неожиданный, сюжетный Не наигран ни разу А ты чё, прикалываешься, нет? Это его девушка? Разборки, разборки Мой бывший парень, девчонки, представляете? Ты посмотри на неё, какая сама Тут нужен такой кликбейт, чтобы мы такие, типа Нашла бывшего на шоу И всё-таки И все так и сделали, б***ь Оу, щет Надо срочно нажать Обалдеть А я своего бывшего заблокировала Слава богу, это не будет Чилишь, всё стало понятно Я уже бывший, по-твоему, да? Подожди, а давай мы всех подожди А нынешний смешный? Конечно же ты бывший, как минимум только потому что Б***, ну я ждал, что когда-нибудь такое произойдёт Я держал это в голове Ты пришёл на это шоу То есть она пришла на шоу Говорит такая Я пошла на работу А подожди, а ты-то зачем сюда сам пришёл? У неё просто, посмотрите У неё руки трусятся Ты серьёзно? Это реально ты бывший? Вот такие вот интересные Девочки, я вам расскажу Я не бывший Она просто сейчас сидит, глумит На самом деле над вами Я просто, я даже не знаю, что сказать И что же ты тут делаешь, дорогой мама? Я не понимаю, так вы парой или нет? Не, ну подождите, если вы... Она говорит, типа я бывший, теперь Хотя сама на шоу пришла Слушайте, выглядит как будто, б***ь, ну я не постанова даже На самом деле вы типа пара? Ну да А на самом деле сейчас здесь такая... То есть я выбирать нельзя? Сверлит меня сейчас взглядом на самом деле А вот теперь вот смотри, да Так вы определитесь, вы расстались или вы вместе? Бля, у мамы там горит, она хочет уйти уже сюда Да, вы дайте возможность другим дерьмом выбрать Точно, точно расстались Я себя нарвёт, да, сама пришла Лоджик, бля, нахуй так улетела Сантик у корея, ради бога Теперь мы точно Ну, ну я пришла, мне просто хотелось А он пришёл, он ел конкретно А то же кому-нибудь прокалю Кирсингом, юмайю А то рот он У меня есть Булавки Булавками прокалывают, кстати Да, кольц Ради бога Да, если хотите, да, с кайфом можете забирать А если хотите, с кайфом можно Я пасую просто сразу Я пасую сразу Да, сухо, не дорогой Тогда заново Меня зовут Рафаэл Я занимаюсь Смотри, нет, подожди Я нажму, да, если ты мне покажешь татуировку Нет, не покажу Окей, очень жаль До свидания Вау Пытается как-то задеть Главное, могу вот эту показать Снимать не буду, так как я останусь джентльменом Да, дрыщ, дрыщ, девочки И вообще не выбирайте его Ты знаешь, Рафаэль Ты знаешь, Рафаэль А я пойду против своих принципов И скажу тебе Да Против каких-то принципов пошла Какие-то жесткие принципы Я привыкла смотреть Ну, б***ь, наверное Треть на татуировке полностью Ой, б***ь, ебать, хорошо Переступлю через себя И никогда не говорите Я б***ь, хорошо Видите, как оно бывает К сожалению, я не люблю безвкусно одетых парней Ненавижу подвороты В будущем инвалид мне не нужен Так что пока На вкус и свет, товарищи, нет Нашел свою принцессу А, то есть я вас забираю А я не знаю Ты забирали? Да, конечно, забираю Погнали А он еще и забирает Вот видите, ты будешь следующей Ты будешь следующей Кто будет с ним на вертолете Или на самолете На самокате У него пока только велосипед Правда То есть вы представляете, какая ситуация Открывается вид на девушек И сидит моя девушка Которая мне сказала о том Что она на работе сейчас Вот я ее и проверил Охотно верим тебе, брат А я как оказалось, что не все Охотно верю тебе, брат Так гладко, как хотелось бы И, да, наши отношения прям вот там закончились И я ушел с Кристиной Так как она меня выбрала Ну и вот так Рафаэл мне показался достаточно интересной личностью Ну а сердце я отдала, потому что почувствовала какую-то связь между нами Ты это поняла, когда он начал разборки с бывшей устраивать или что? В этом этапе я... Она такая, блин, он стрессоустойчивый Такого у меня никогда не было Конечно же не вижу отношения с Кристиной Так как мы только-только с ней начали коммуницировать Что будет в дальнейшем, это уже посмотрим Надеюсь, все будет хорошо Ну как бы с ним вместе живем Ну я думаю, что сегодня он соберет свои вещи и уедет вообще из моей квартиры Полетит на вертолете в свою деревню Уже нет с кем уезжать, поэтому, пожалуйста, до свидания Скажите, что до ложки... Нормально вообще поворота Короче, если это не постанова, скорее всего, блядь, промониторил как-то И, соответственно, так как живет, блядь, просто пришел сюда же, блядь И как-то его, блядь, ну, понятно, для рейтов выпустили Вполне могли его просто туда выгнать, чисто заснять хуйню, повырезать лишнего, блядь Оно там не работает так, что все по сценарию четко идет Типа они такие, блядь, давай хуярю, блядь Я в шоке, честно Пацаны, скорее всего, сразу с массовки туда хуярят То есть, ну, их заранее не готовят Их просто, блядь, они приходят куда-то, блядь, или с улицы собирают И вот они туда, бляхуякс Я сама в шоке Да, может и постанова быть В чем мы были вместе, подожди Мы были вместе 9 лет 9 лет Ну вот это уже какой-то пиздеж, ебаный А в студии появляется новая участница Юлия 9 лет вот так, типа, давай пока-пока Ну, че-то какая-то хуйня тень, блядь Менеджер по аренде недвижимости Сразу сработал А можно, блядь, сказать, риэлтор, блядь Вот и сюда Любит путешествовать На досу Жоп, твою мать, блядь Ну блядь, ни хуйня себе Пишет стихи Ищет высокого блондина с голубыми глазами Мама Миллиардера Который купит у него убил Расскажи себе что-нибудь Я работаю менеджером Ничего интересного Люблю путешествовать Люблю симпатичных парней А если кто-то будет высокий и светленький, это мой. А я люблю тёмненьких. Да, вот хорошо, как прям. Как хорошо, ничего интересного. Короче, у нас сейчас мальчик за 100. Я надеюсь просто, что он просто скромный, а я его оценю намного выше. Так, что там? А за 100, это значит, что он какой-то такой-то помша. Ну, я пусть знает куда, на почту. Нет, за 500 тут больше. Или ВК просто, ссылку потом. Или за 300, а 100 это когда у тебя больше нет других сердец. Короче, мы ждём мальчика. Давайте на мальчика. Ладно, давайте за 100 смотреть, хорошо. Евгений, 32 года. В прошлом профессиональный актёр. Сука, Евгений мне напомнил, блядь. Я на зимней резине до сих пор езжу, бля, пиздец. В настоящем шиномонтажник. Обладатель пытливого ума. Обожает изучать... Бля, мне нужен Евгений, если честно, блядь. Который привезёт мне колёса с другого района, ебаного. Переобует, блядь, всё это быстро. Евгений, блядь, потом отвезёт назад это всё в гараж. Тьфу, блядь, зимнюю. И, блядь, чтобы это всё было, блядь, я не знаю. Ну, короче, это... Всё новое. Ищет девушку до 120 лет. Из меня них не менял. Я чувствую, мне надо будет новую покупать. Критерий, ещё девушку до 120 лет. Пришёл на свидание, там 180 сидит. Ну, так много. Надо меньше. 32 года? Да. Беру. Актёр, это очень круто. Меня смущает про вес. Я вешу всё-таки поменьше, чем 120 килограмм. Я думаю, нам не по пути. Я хочу на него посмотреть. Блядь, пиздец, вес, нахуй. Ладно, окей, она до роста бы доебалась, блядь. Но вес-то чё? Он актёр, наверное... Всегда можно набрать, блядь. Пизматичный и бунтаж. Я говорю, да. Ты теперь играешь на монтажника. Хочу посмотреть, как его помотала жизнь. Так там до. Но она и не выглядит, чтобы она такая умная прям. Сейчас я, погодите, отолью, приду. Что он из актёрства ушёл в шиномонтажку. Блядь, опять Канги Боббер какой-то. Это чё было? Она проколола быстро себе, знаешь, фаланги. Да, я тоже хочу на него посмотреть. Но Евгения у меня не было. Ну, я к себе очень критичен. Да и, в принципе, дело не в сердцах, дело в человеке. Дико прям. О, да, кстати, похож. Нет, чё-то точно есть. Один в один. Зубы. Здравствуйте. Привет. Прекрасно все выглядите как. Вы уже слышали, да? Меня зовут Евгений. Спасибо, в отличие от вас. Кого из нас ты бы хотела покорить? Ну, вы на самом деле все прекрасны. Не надо мне так смотреть. Ну, я возьму двух, чтобы было 120 кг в сумме. Мне чем-то надо качаться. Абонемента платить не могу, к сожалению, пока что. На самом деле, я человек пытливый, мне интересно разбираться в вещах и... Я забыл ебаные вещи, блядь, из стиралки вытащить. Пи***ц, они воняют. Опять стирать два часа. Или не, или нормально, или можно полоскание включить. Не, блядь, просто и пи***ц. Один раз вытащил, так думал высохнут. Блядь, в ебаные вонючие ходил. Как будто, блядь... Короче, вы знаете запах вот этот. Ну, вообще, что-то новое всегда постигать. Тебе все равно думают вонять будет. Ну, например, ваши интересы какие? Я занимаюсь спортом, я качаюсь в зале. Я занимаюсь легкой атлетикой и хоккеем. Классно, интересно. Хоккеем? Классно, интересно, иди на хуй уже. Профессионально? Ну, если... Нет, не профессионально. В юношестве занималась профессионально, а сейчас нет. Если на меня надеть форму, то я буду походить на хоккеиста. А сейчас я такой. Ваш интерес какой? У меня много интересов. Вот, о чем я и говорю. Ну, например, я начинающая актриса, вот. У меня была... Начинающая, блядь. Видно у нее, короче, это операции, блядь, я была, кстати. По подтяжке, не заметно? Было два занятия по актерскому мастерству. Ребят, я сейчас засну, вы меня, простите, ради бога. Но я уже вижу, что вы, как бы, выбрали себе пару. Я точно пас, точно. Это не то. Мимо. Не то. Чё, виски? Только со льдом, брат. Хе-хе. Всё. Увы и ах, но я засыпаю. Увы и ах, блядь. Но я засыпаю. Можно, пожалуйста, ты меня пригласишь на кладбище? Парк, такие письки. И мы вместе поворуем конфеты, блядь. Тут лишнее. А ты такой худенький, а хотел девушку до 120 килограмм. Это какая-то шуточка, типа, была твоя, или что? До 120, это значит до 120, блядь. А не в смысле, в боль... Блядь, что за дерьмо? Типа, до 120 ему норм. Или серьезно? До 120 килограмм все девушки прекрасны. И после 120... А ты можешь поднять до 120 килограмм? Не пробовал. Вот. Так, хорошо. А если я тебя выберу? Мы куда пойдем на свидание? Завтра у меня есть два билета в театр. Не верь ему, он актер. Вы пойдете на монтажку. Какой? Мхат Горького. Да ладно, серьезно? Лишь бы деньги не тратить. Нет, тихо! Я иду на свидание! По-моему, у нас есть пара. Он такой... Только ты их оплачиваешь. Они так долго разговаривали, что я чуть не заснула. Она такая, блядь! Вот как? Ангелочки, амурчики. Бау-бау! Я вообще их вместе не представляю. Не понял, что это сейчас было. Вам спасибо сказали, что мы нашли вторую половинку. Я пришла сюда для того, чтобы... О, рейд от папы! Комбинить колеса. Привет! Сходить наконец-то на свидание. И Евгений мне это обещал. Александр, слышь, ты там женщину не выбираешь? Смотри, одинокая блядь. С двумя детьми. Младшему 18, старшему 40. Что будет дальше, будет видно дальше. Но сейчас мне будет интересно сходить с ней в театр и пообщаться побольше. И ты чувствуешь любовь моя. И рада. Мэн... Вам я единственным, блядь, наверное, из всех каналов, кому реально рад. Неджер по рекламе. Мечтает стать... Ну, одни и сверни. Любит печь пироги. Эталон мужской красоты. Корейские поп-исполнители. Мечтает найти... Вот это вовремя. Щедрого парня. У тебя татуировка или ручкой нарисована? Татуировка. А что она значит? Sorry, mom. Ага. Sorry, mom. Что я такое разочарование? Да. Что я такое хера... Сейчас деньги заберут. Я такое разочарование. Понятно. А какого парня ты ищешь? Что ж такого, типа? Я ищу Чимина, но, скорее всего, тут его не будет хотя бы какой-нибудь каз... Это что, шутка, блядь, блядь? Погодите, это шутка или что? Кого? Дайте мне х... Либо Чимин, либо казах. Ну, мне уже... На самом деле. Хоть какого-нибудь... Кого-то Чимина. Это какая-нибудь... Солист группы BTS. Это один из солистов. Сейчас еще к самой главной тиктокерской аудитории пришла, которая писает кипяточком от BTS. Хочу, скажу сейчас. BTS. Корейцы, да, корейцы. Господи, уберите ее отсюда. Я не выдержу. С розовыми волосами мальчик придет, это к тебе. Ну, у них у всех разные вот... Разноцветные. Блядь, это вообще пи***дь. Это нет, это шутка. Это не может быть правдой, чуваки. Девчонки, давайте за сто смотреть. Да, давайте посмотрим за сто. Ты готова посмотреть мальчика за сто? Хорошо. Давай, может, там казах будет. Соглашайся. Надо с чего-то начинать, милая. Начни за сто. Это билет. Дмитрий, 38 лет. Вокалист, гитарист. Нравится путешествовать по городам России. Изучает испанский язык. Завсегдатой Большого театра. Возлюбленный будет петь... Это Ликс? Кстати, вот Дима, когда увидел, что проходит кастинг «Сердца за любовь», он пошел только для того, чтобы мы сделали на него реакцию. Только из-за нас. Сто процентов. Это Ликс. Нежной стройняшки. Я очень не люблю театр. Эх, не казах, но я посмотрю, мне интересно. Какая-то непродвинутая театр, это же круто. Вообще-то продвинутый в клубе. Таково, ребята, это Гузлик. Как на выхах, а не в театрах. Ха-да-да-да-да-да-да. Это же интересно, я посмотрю. Ладно, я тоже посмотрю. Как кто? Говорю, Лорд Гузлик. Вы что, не знаете, кто такой Лорд Гузлик? Подписывайтесь, я вам расскажу потом, кто такой Лорд Гузлик. Не, это не Ликс. Я снил себя в 100 сердец, потому что я человек, ну, несуеверный, не считаю, не придают ему большого значения. Это эльф. Топ, 300, 500. О, боже мой. А-а-а, ты симпатичный. Добрый день, девушки. Здравствуйте. Здравствуй. Сегодня прекрасный день, и я хотел бы начать с песни. Специально для вас. Песня о любви, о женщине. Бля, он в свои годы женственнее, чем все, кто там сидят. Типа, это нормально? А ты кому-то одной будешь петь или всем? Я бы хотел бы специально для вас, для настроения, для поднятия, так сказать, тонуса, чтобы было приятно. И давайте мы... Не то выскочило, но там инстаграм, типа, запрещенная территория Российской Федерации, да, вот эта хуйня у меня тут. Пи***ц инвокер реально пришел. Уедет, я в шоке. Нет, я не хочу уже. Нет, не хочу. Вот это ла-ла-ла с***бало уже, блядь, везде. Всё. Хорошая песня. Спасибо за просмотр, ребята. Разольёшься по холсту, красуясь, невесомость голубого флана... Вот с***я лох, е***аный, ты видел мои бубсы гигантские? Ты сейчас серьёзно, блядь, вот эту попсятину хуячишь? Давай рока, е***ни, нормального конкретного метальчика тяжёлого, чтобы все... Мы чисто, вообще... Можно, блядь, панк-рок какой-нибудь, ща, говной будем кидаться. что-то тут вышел исполнять реально лох какой-то я сегодня металлику какой рисую и пока не знаю как и звать ее это лучше чем чонгук я пока еще ее не видел милую мы поняли уже все поняли шарман вообще мой конек это испанская песня я очень много работал и зарубежными исполнителями ну гастролировал бля димас все заебись все заебись но вышел с песни да вот с гитаркой ну я не знаю наверное это в компании в какой-нибудь охуевшей хате в люберсах блять сидят там пять девочек шесть мальчиков все сидят кайфуют водочку и стаканчиков пластиковых пьют вот это вот вышли там на балконе мангальчик стоит вот это норм реально песенка вот так бы зашло а ну вот тут прийти ну чё ты удивить хотел успел да 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 конечно да 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 выходишь на улицу с бабками все окей максимус гастролирую бываю в москве очень часто уверенный взгляд но не чимин знаешь у меня тут до этого бывший мимо проходила ночью все что угодно все что угодно не чимин если на туалетной бумаге не изображен кто-то из bts я ее не покупаю туалетная бумага неплохо но на ней нет чимина пошел ты я смотрю тоже музыкант играешь на гитаре но наверное пока что я воздержусь от музыкантов поэтому к сожалению опасно ну ничего страшного ямочки начать может быть типаж не совсем может быть сегодня тот настрой был какого-то куража не было какой-то искры да не про не пробежала между нами девчонки походу у нас мальчики с вами закончились я до сих пор верю что последнюю просто вкинули по рофлу чуваки просто по рофлу бы не знаю но не бывает же такого типа я хочу из bts ну что это одинокие сегодня я надеюсь что ненадолго но я на самом деле вышла уже как бы поздно и только двух мальчиков успела посмотреть они какие-то были щупленькие такие мне не понравились я осталась без пары нашел потому что все они были какие-то конченые бомжи стрёмные бля ебать вот а сука она говорит слышишь и некоторые у меня конченые бомжи вот это что процентов я без пары потому что бля ее бы на твич у нее бы сто процентов только собчат бы стоял отвечаю она бы всех сразу поделила кто бомж конченый кто нет я увидела здесь своего молодого человека на свадьбе моего друга сначала она была лайки и башила а потом на карманах гостей кто хуйло усатая вот это вот вот этот чел кошмар я выросла в такой среде когда очень много девочек которые ничего из себя не представляют пытаются оказаться но на самом деле они все очень добрые милые просто хотят что ты себя просто хотят чимина финансовые возможности отправиться в японию или написать чими но у них нет поэтому они смотрят казахов да япония корея я все равно одна она сказала казах пойдет типа выглядеть вы что серьезно до меня доебались к откуда он там я че ебу бюджет попроще немножечко опа родной казахстан рядышком нормально пойдет